Диана, представьтесь, вы мой любимый учитель, расскажите про себя. Да, меня зовут Диана Комлыч, я живу и работаю в Минске, в последнее время в Европе и в Варшаве провожу расстановки, и я уже занимаюсь этим методом 20 лет, 20 лет как раз в этом году, и с 2009 года провожу обучение расстановкам. Ну как вы пришли к этому методу? Вы же были переводчиком. К психологии меня привела болезнь сына, у меня сын заболел, и это привело меня сначала к гомеопатии познакомила, потом рейки, потом меня одна знакомая психолог преподавала пойти учиться в психологии, и там у нас был преподаватель, который нам как раз поделилась теорией и на практике показала, как работает расстановки. Это была супервизорская работа, я как раз вызвалась быть клиентом, то есть я как специалист принесла, у меня был сложный случай, в котором мы с клиенткой не знали, куда двигаться, и мы не лезли никуда, ни в дебри, это нельзя, мы, я думаю, сегодня остановимся на том, какие границы и чем можно работать, с чем нельзя. Вот, и супервизорская расстановка проводится таким образом, что мы расставили ситуацию, и когда я увидела, в чем затыке и в каком направлении нужно двигаться, мы ее свернули, и я в этот момент поняла, что нужно искать, где этому учат. И уже через полгода я была в Москве, сначала обучилась организационным расстановкам, потому что как раз набор был, а параллельно с этим уже пошла с организационными на семейные, и потом дальше структурные расстановки внутренних частей. То есть, Диана, когда вы переводили Хеллингера, это был не первый опыт в расстановках, вы уже были готовы к нему идти туда? Ну, Берта Хеллингера я переводила два раза первый год. Первый раз – это в 2008 году, я уже практиковала 4 года, даже больше 5 лет. И до этого я уже переводила многих других коллег, специалистов как раз. И благодаря этому мне повезло, что у меня первое образование НИАС, и у меня немецкий язык, и меня пригласили переводить некоторые семинары, также пригласили на Конгрессе в 2007 году переводить. Это дало мне возможность знакомиться со всеми расстановщиками, которые стояли у истоков. Вот. И здесь очень важно сказать, что Берт Хеллингер как бы открыл, развил этот метод. Но он был не первым. Первая была Вирджиния Сатир, у которой он учился. И он увидел у неё семейную скульптуру. Его это очень впечатлило. А так как он был человек, такой медитациями занимался, он долгие годы прожил в Африке, был миссионером. Также он был монахом католическим долгие годы, сколько, наверное, 30 лет. И это всё у него совместилось в общую картину. И он стал добавлять и добавлять. Он добавил к семейной скульптуре Вирджиния Сатир знания из Африки про то, что предки важную роль играют в нашей жизни. И в предке есть такой вид консультирования, называется divinations, когда разные предметы, ракушки и другие предметы кладутся, собираются на столе, их вот двигают. Я сама принимала участие, вернее, получала такой divination, очень интересно. И у него это всё совпало, собралось. И вот он стал практиковать. Пазлы сложились. Пазлы сложились, совершенно верно. И подхватили эту инициативу его коллеги, Гундхард Твебер и остальные. И стали вместе с ним, во-первых, участвовать в его группах. И стали сами много экспериментировать. Это были 90-е годы. Много экспериментировали. 80-е, 90-е годы. И таким образом сначала семейные расстановки были развиты. Затем Гундхард Твебер подумал, не перенести ли это на организационную систему. Затем Штефан Хаузнер задумался, а не расставляет ли организм болезни. Он гомеопат, сам целитель, поэтому у него эта мысль возникла. Внутреннюю систему здоровья человека. И вот группа австрийских коллег Гуни Бакса, Зигфрид Эссен и Кристина Эссен тогда, потом Люменштайн. Они разработали такое направление, как расстановка абстрактных понятий и внутренних частей. То есть они еще глубже пошли во внутреннюю систему. Ну и, конечно же, большую роль сыграл Варга фон Кибет. И разработал структурные расстановки. То есть вот, Бертхенгер был у истоков, был в начале и, конечно же, огромный вклад внес. И очень часто поэтому расстановки называют расстановки по Хеллингеру. Но он был не единственный, кто их развил и кто сделал их тем прекрасным методом работы, который у нас сейчас есть, который мы успешно используем. И вы в том числе. Мы с вами так интересно находимся. Я в восточном полушарии, вы в западном. Я очень рада была, что вы учились у меня. Вы были у меня, Ольга, одной из первых студентов. Те, кто поверили, в 2009 году пришли ко мне учиться расстановкам. В те времена я их организовывала и вела только половину занятий. Остальное приглашала коллег из Германии, из Австрии. Вот такие у меня первые ласточки. У нас он из Явска был из Польши, нет? Или где он сейчас живет? Он в Германии. Он в Венгрусе, но живет в Германии. Да, совершенно верно. Так что вот такие первые ласточки тогда были. Это было страшно, это непонятно. И когда я ездила по вузам и рассказывала про расстановки, люди понятия не имели, что это такое. И спрашивали у меня, к чему это относится метод. К бихвеоризму или к психоанализу, когда я объясняла, что это совершенно иное направление. Это системный взгляд. А как вы используете расстановки, Ольга? Для меня, когда я узнала про расстановки, у меня уже было образование психолог по семейным отношениям и сексологии. В БГПУ Минска я получила. Но я не работала, потому что у меня на выходе я была лучшим учеником, но у меня не было инструментария работать. То есть я не знала, как работать вообще. И когда я узнала про этот метод, когда я пришла к вам на личную консультацию, и вы мне объявили, что мой папа умер, я наконец-то заплакала через полгода после того, что мой папа умер. Я поняла, что это работает. Я пока не знаю, как, но это работает. И я пришла, как раз был в феврале, Рика Рейнберг приезжала, и я подключилась к этому. Но сходила еще на расстановки, которые были просто, ну, не обучающие, а просто на расстановки для людей. Клиентские расстановки, да? Да, клиентские расстановки. И для меня было, я говорю, что здесь происходит вообще? Как бы я вообще не понимаю, что происходит, почему эти люди так делают, да? И меня вызвали на роль мужа. Я была на своих 12-сантиметровых каблуках, на которых скакала всегда. Я встала, и у меня ноги оттекли, и у меня первая мысль была, как эти бабы-дуры ходят на этих каблуках. И такая, что происходит? То есть я вроде бы в адеквате, ну, я знаю, что это я, это я. Но есть информация какая-то, и это была информация этой семейной системы. И для меня было вау, ничего себе, она работает вот прямо здесь. И да, и я пришла учиться. И для меня сначала было очень сложно. Два модуля мы вообще не понимали, что происходит, как это впитать в себя. Но потом я поняла, что вот, это и есть инструментарий, которого мне не хватало после университета. Вот здесь, если ты выучишься расстановкам, пройдешь все эти модули, пройдешь всю практику, тогда ты можешь прийти к людям и работать. Университет пять лет не дал мне этого. Не дают. Я вообще не знал, что там делать надо. Ну, университет, понимаете, многие ругают университет, но он нужен для того, чтобы ввести в академические знания, для того, чтобы, говоря другим языком, присоединить к Грегору, да, что психологии. Какие-то дают базовые академические знания. А уже потом, чтобы работать с людьми, нужно набирать инструментарий, нужно дорабатывать. Университет дает фундамент, и потом нужно из кирпичиков складывать те методики, которые… Да, эти все знания классные, но ты же не можешь, к тебе пришел клиент, и не будешь же ему рассказывать те знания, которые ты за пять лет получил. То есть ему это не надо. Он сам подчитает, да, Google откроет. То есть инструментарий для меня, это было вот пойти с этой позиции, прям, что он заявил, и начать работать. Вот это самое главное. Простановка всегда есть. Я это слышу, кстати, часто от многих студентов, которые вот у меня закончили учебу, что они сначала интегрируют, естественно, со всеми остальными методами, а потом это становится базой. То есть они не выбрасывают, не отметают другие методы, но системный взгляд, вот еще огромная заслуга Берта Хенгера, что он сформировал, он открыл эти законы семейные, которых никто не знал, и они очень сильно помогают людям, да, и вот уже знания этих системных законов, ты можешь работать с чем угодно, можешь в песочнице работать, кто-то интегрирует эти знания, можешь с артом работать, можешь со всем чем угодно работать. Вот мы с вами сегодня перед эфиром как раз заглянули на Фейсбук, пост, под которым одна женщина возмущалась, что люди, как-то она написала, но примерно в том, что она возмущалась, что используют, расставляют и предметы какие-то, и фигурки, все что угодно. На самом деле нет разницы, что расставлять. Я недавно летала в Калифорнию, и у меня произошел такой случай. Я приезжала туда на работу, и, значит, мне одна девочка дала свою студию массажную, ну, там кабинет был, где я могла работать. Я приехала туда, и пошла встречать клиента, и захлопнулась дверь. Все. Это капец был. Ну, и как бы, ну, я захлопнула, реально я не знала, что она захлопывается. Я просто ее закрыла, а она захлопнулась. Я встречаю клиента, и, значит, парень молодой ехал целый час на мою консультацию, чтобы попасть. И я говорю, вот такая ситуация, дверь захлопнулась, мои фигурки там, да, ну, на индивидуальную сессию он приехал. Я говорю, все, и как бы, и он включил мою взрослую часть очень быстро. Он сказал, что вы же и на коленке сделаете, нам же не нужны фигурки и кабинет. И мы реально на коленке проработали. То есть мы пришли, там ресепшн был, там 15 кабинетов было, и мы на ресепшне сели, с ним притащили еще одно кресло, и он открыл шкафчик, и говорит, ну, тут визитки есть. Я говорю, супер, визитки разных цветов. Все, берем визитки. Взяли визитки, и мы на столе расставляли визитками. То есть нам не надо было ни фигурки, ничего. Что-то еще, да? То есть мы визитками просто обозначали, куда человек направление держит, да, смотрит. И все. Мы так проработали. И мы очень-очень хорошо поработали. Самый главный эффект. Да. Да, и он сказал, что это была самая классная работа. Да. Вот посмотрите, у меня здесь перед я с поездки только что, у меня вот здесь вот, я всегда привожу кто что, а я привожу камни. У меня камни тоже есть. У меня целый мешок камней, когда я ставлю, например, если есть фигурки, ну, вот эти наши, да, эти фигурки, а потом камни нужны для того, чтобы там что-то большое или что-то прошлое, куда мы не смотрим или не хотим смотреть. Ну, камни, они очень классные. Абсолютно. Абсолютно. Это ваш рассказ мне напомнило моем, когда я вот сейчас была в Варшаве, и у меня были онлайн-расстановки. И приехав в Варшаву, я вспомнила, что я фигурки не взяла свои. Я у сына говорю, так, что у тебя есть? А у него он всякие, любит разные фигурки. Он киндеры любит, хотя взрослый уже парень, но любит всякие фигурки собирать. Нашла у него еще там какие-то маркеры в виде мороженки, авокадо, на которые на ручку одевалась. Это у нас были самые главные герои, Диана, Диана. Мне Аня, дочка 15-летняя, но она все равно любит. Вот из бумаги такого Абдубасса. Самая популярная фигурка онлайн. Да, абсолютно верно. И что еще интересно, как и вы говорите, мужчина, и там тоже была женщина и мужчина. И женщина была у меня уже не первый раз. Да, и она привыкшая к этому. А мужчина вообще первый раз видела, и он бизнесом занимается, и он совершенно естественно абсолютно ко всему подключился, и все, расстановка была успешна. Так что, отвечая на комментарий одной из подписчиков нашей Ольги, расставлять можно на всем, чем угодно. И на самом деле, это открыл Ян Якобстан, я у него училась, и он рассказывал нам, когда вот 15 лет назад на учебе, что они сидели с другом, как вот и вы рассказываете, где-то в кафе, или дома ничего не было под рукой, они чай пили. И там друг попросил, говорит, что-то сложная какая-то ситуация. И он говорит, давай расставим. Под рукой ничего не было, кроме чайных пакетиков. И так эта расстановка тогда получила название «Расстановка на чайных пакетиках». А так как они экспериментаторы, расстановка же вообще очень практичный метод. И все знания, все законы расстановочные были на практике подтверждены или отметены. Потому что некоторые из высказываний Берта, которые упоминаются в его книге «Порядки любви», например, про то, что аборты – это только дело матери, что к детям не имеет отношения. Да, почитайте «Порядки любви». Это не так. Я сейчас положила, как раз читаю эту книгу. Я решила ее почитать. Да, мне многие вещи тоже, кстати, вот я перечитывала, какие-то вещи, так удивлялась я. То есть в работе это не так. Мои студенты у меня сейчас спрашивают, ну, я сейчас уже три года веду авторский свой курс полностью, я его разработала. И они спрашивают, а приходят, ну, уже начали, первый, второй модуль, вот так, как вы рассказываете, что это вообще нахуй, это ладно, на первый модуль схожу, посмотрю, кто там такая это, Диана Комлыч, какую-то рекламу где-то в Инстаграме дала, ну, ладно, схожу. И потом они начинают читать, естественно, я же книги рекомендую. И когда они уже сами, особенно, человек всегда, когда попадает на место заместителя, вот тогда он начинает понимать, что да, пусть я даже не понимаю, как, но это работает. Это работает по-любому. Да, так вот они приходят с вопросом, а вот вы нам рассказывали одно, а в книге вот написано другое. И поэтому всеми тем, кто будет нас смотреть и слушать, вы смотрите на то, на дату, когда была написана эта книга. Например, первые книги Берта Хеллингера «Порядки любви» и «Два рода счастья», они вышли 30 лет назад. И расстановки, и сам Берт на первой же странице говорит, что не выходите замуж и не женитесь на том, что вы здесь читаете, да, то есть не хватайтесь за это жестко. Проверяйте на практике, что работает, как работает. И он всегда никогда не цеплялся за какие-то свои высказывания, не делал их догмами, а всегда был готов попрощаться. Как, например, он тоже еще одна вещь, когда он вначале утверждал, что закон принадлежности действует на всех, кроме преступников с тяжелыми преступлениями. И даже в расстановках выводил их за дверь. Все, типа они теряют право на принадлежность. И потом через несколько лет опыт показал, что ничего подобного. Нет, они остаются. Абсолютно, потому что будет кто-то, кто будет их судьбу повторять. Поэтому пришлось посмотреть, что же с этим делать. И поэтому пришло понимание, что мы теперь, мы говорим, что ты есть, или вы есть, ты там мой дедушка, прадед. Я признаю тебя, как есть моя семейная система. Абсолютно. Но твои преступления я оставляю тебе. Да, ответственность за то, что ты сделал, я оставляю тебе. И посмотреть, и Берт Фингер еще важную вещь говорил, что решение находится у преступников. Потом, конечно, тоже понял. Да, так вот, если мы вернемся... Я, например, всегда рекомендую первую книгу, если кто-то хочет почитать про расстановки, все-таки Вебера, «Два рода счастья». А я всем своим студентам Якоба Шнайдера «Семейная расстановка», потому что это самый лучший учебник. Кто хочет почитать, вот как сами расстановки проходят и включиться, это «Два рода счастья». Два рода счастья, да. В порядке две. Они равнозначны, они вот вместе вышли практически. А вот как уже больше погрузиться в сами законы, Якоба Шнайдера все-таки рекомендую книгу, и все мои студенты первыми ее получают. У меня, я ее переводила тоже, поэтому я им даю это как учебное пособие, потому что там четко, ясно, все прописано. Якоб Шнайдер, он педагог по первому образованию, и он очень хорошо методично написал. И вот коллеги даже европейские всегда говорили, что вот эта книга – самый лучший учебник по расстановкам. Но чтобы погрузиться и чтобы почитать, как они проходят, конечно, «Два рода счастья» полностью согласны. И порядки любви, да. Ну так вот. Диана, расскажите мне сейчас, как изменилось преподавание, обучение ваше. То есть я училась у вас 10 лет назад. Я получила очень классную школу. Вы привозили очень классных специалистов. Это все прошло, и у нас было много практики. Сейчас, когда все поменялось в мире, мы сейчас живем онлайн. И многие люди спрашивают у меня, твою школу расскажи. Потому что школа хорошая, на самом деле. Она дающая. База была у нас очень сильная. Не хочется говорить про других коллег, которые преподают расстановки, но там видно, что там сквозит. То есть там нет такой базы. Расскажите про свою базу и про то, как сейчас проходит обучение онлайн. Я уже говорила, что мое первое образование – это НИАС. И благодаря этому, второе – психология. И благодаря этому мне повезло не только познакомиться с рядом коллег, которые стояли у истоков расстановок, которых разрабатывали, но и переводить их. И в том числе Берта Хеллингера два раза повезло переводить. Посчастливилась. И я видела по-разному, как они все работают. И мне это помогло не только базу получить на обучении, но и потом шлифовать, когда я переводила их семинары, обучающие, не только обучающие, на Конгрессе и в Киеве, на обучении. Я собирала уже такие крохи, шлифовала, и благодаря этому разработала свой метод расстановки. Я не хочу никаким другим стиль, можем сказать, не метод, свой стиль работы в расстановках. И если вот, когда учились вы, 10-15 лет назад, я уже говорила, что обучение состояло из шести модулей, я половину вела и половину вели мои коллеги, их приглашала, то мир меняется, и то корона, то еще какие-нибудь приключения. И поэтому у меня уже давно зрела эта мысль о том, чтобы тот опыт, который у меня есть, на данный момент это 20-летний опыт, его начать передавать дальше. У меня была потребность такая. И когда она вызрела, я разработала свою авторскую программу. Теперь у меня семь модулей. Я не включаю туда орг расстановки, организационные расстановки все-таки это другое направление. Им нужно учиться отдельно. Тем, кто сомневается или вот отвечаем нашей читательнице из Фейсбука, что да, можно расставлять организации, есть бизнес расстановки, есть системный менеджмент, очень хорошо работает. И мы тоже в Минске организовывали обучение по этому методу. Чуть позже буду его начинать тоже проводить сама в следующем году, может быть. А сейчас у меня разработан курс, и он начинается, семь модулей, и он начинается с АЗОВ, база. Вот первый модуль это база. На первый модуль приглашаю вообще всех. Для тех, кто хочет посмотреть, как это работает и взять что-то для себя. Потому что там мы проходим законы, прикасаемся, первые упражнения, феноменологическое восприятие. Вот там как раз и начинают люди понимать, как работают расстановки. И я всегда такой человек, который любит научный подход, чтобы все было, имело почву под ногами, стояло на земле. База. База конкретная. Конечно. И есть четкие, ясные объяснения, чтобы люди понимали, что да, это работает с нашей психикой, с нашей душой, и не только. Что вся память наша записана в нашем теле, в наших генах, и на семи поколениях. И это уже ученые генетики это уже доказали, к этому пришли. И хорошая новость состоит в том, что с этим можно работать. Я не видела метода лучше, чем расстановки. Есть они наверняка какие-то, но тот метод, которым владею я, и которым я делюсь удовольствием, которым вы владеете, это расстановки. И в расстановках можно переписывать генетический код. И поломанное ремонтировать, и таким образом менять жизнь к лучшему. Я еще люблю добавлять, что мы можем с этим методом посмотреть со стороны на ситуацию. То есть никогда тебя погружают куда-то, и ты не можешь вылезти из этого болота. А вот тут есть такой очень хороший случай, когда ты можешь вылезти из своего болота и посмотреть со стороны на это. Такой, да ладно, это мое. И не только на это, но и на себя. Вот в этом суть, что в расстановке стоит и твой заместитель, и ты уже здесь ни себе, ни другим лапшу не навешиваешь. Потому что, когда люди там начинают, я говорю, что извините, но я верю заместителями расстановки. И, конечно же, вы делаете, вы хозяин своей жизни. Диана, я хотела вот еще спросить. Очень многие люди, клиенты мои, говорят про провокацию, что я ее использую, и как будто бы это выглядит небережное отношение. В расстановках же всегда есть провокация, мы всегда на стороне запроса. Знаете что? А что значит, вот я тоже уже недавно услышала, только пару раз, про бережное, небережное. Я очень бережно работаю с людьми. И как я могу сделать хирургическую операцию, если без скальпеля? Извините, бережное отношение, это значит, что я всегда с человеком, но я не буду его нянчить. Многие люди приходят за тем, чтобы их понянетали, чтобы стали решить проблемы. Вы будут мои мамы. Да, или за меня, или пожалеете меня. Я с эмпатией отношусь к людям, но я не буду сострадать с ними вместе. Я этого делать не буду, потому что это не моя жизнь, не моя задача, помочь людям выйти из каких-то жизненных ситуаций. И вот на первом модуле база, если коротко говорить, второй, это мы уже прорабатываем дальше, прояснение запроса, формирование гипотез, вот то, о чем мы с вами говорили, что многие люди у вас спрашивают, как, как это все, нужно уметь опрашивать, потому что вот тоже женщина одна недавно написала или позвонила, не помню уже о том, что ой, а зачем полтора года учиться? И я отвечаю на это, что расставить людей в пространстве может школьник, любой человек может расставить, а что с этим потом делать, и как не навредить, и как правильно разрулить ситуацию, вот этому и учиться полтора года и больше, потому что мои выпускники по-прежнему ходят, и мы проводим какие-то семинары совместные. Да, мы тоже обучались почти два года, и мы ходили, расставляли, расставляли, и казалось бы, на группы практики, конечно. Да, вот, прояснение запросов, формирование гипотез, работа с гинограммой, на третьем модуле мы работаем с семьей во всех ее видах, это и родительская семья, и нынешняя, и лоскутная семья, и род, и вот здесь первые три модуля, это работа с внешней системой, на четвертом, это в группе, на четвертом модуле мы учимся работать в индивидуальном контексте, с фигурками, с якорями, в воображении, с предметами, вот, и потом уже с пятого модуля начинается, пятый модуль, это работа с внутренними частями, работа с травмой, не только с внутренними детьми, но и с более юными частями, и с равными, и я, какие есть форматы, уже переходим к более сложным форматам, шестой модуль, это работа со здоровьем, с телом, с симптомами, со всем тем, что касается нашего тела, и нашей внутренней системы соматической, и седьмой модуль, это уже вишенка на торте, это работа с абстрактными понятиями, жизненными сценариями, да, тема, тема за темой, и так далее, со структурами разными, и так далее, и тому подобное, вот так она строится, шаг за шагом, полтора года, между, а как это проходит онлайн, когда мы приходили в группу, и друг друга видели, и все остальное, это было понятно, а как это онлайн сейчас, то есть люди в группе, я долгие, я долгие годы сопротивлялась против онлайн, и когда меня спрашивали, провожу ли я онлайн обучение, говорила нет, кто хочет, приезжайте в Минск, но сейчас я вижу, у меня вот сейчас, я вот сейчас запускаю первую группу онлайн, это будет эксперимент в какой-то мере, и как проводить оффлайн, я знаю хорошо обучение, как проводить онлайн расстановки, тоже индивидуальные в группе, и здесь, конечно, особенность состоит в том, что моя задача научить людей расставлять, обучать онлайн, но чтобы они учились расставлять в группе, в реальной, и чтобы они в реальной жизни могли работать, не только онлайн, потому что рассказать теорию я могу онлайн, а как потом, и поэтому будем каким-то образом это комбинировать, я, во-первых, сейчас в Минске, работаю в Варшаве, поэтому те, кто из Европы, они смогут на клиентские расстановки, на группы практики, мы сможем организовать там вживую, в Россию тоже можно приехать, но в любом случае я буду прилагать все усилия, чтобы люди научились, ну и, конечно же, много будет зависеть от них, от моих студентов, и приходят сейчас ко мне очень такие люди смотивированные, есть вариант, что, например, они собирают у себя группу, да, у меня есть из Грузии, есть студенты, есть из Канады, просто собирают группу желающих, и приглашают, и я подсоединяюсь через Zoom, и моя студентка, или студент проводит расстановку, и я помогаю. Как проходят группы практики? Вы как супервизор онлайн? Я буду просто онлайн присутствовать, я буду присутствовать. Как проходят группы в Минске? Приходят мои студенты, они практикуются друг с другом, они работают друг с другом, а я сижу, и они могут ко мне обращаться за помощью, вопросы задавать, ко консультантам меня приглашать быть, если я вижу, что они еще что-то всплыло, расстановки это ведь такой метод, который может всплыть в любой момент, что-то, чего не знаешь, я им помогаю, подсказываю фразы, и что можно сделать. Точно так же мы будем делать онлайн, и онлайн могут присоединяться не только я, но и другие студенты, чтобы поучиться, то есть мы будем вот такой импровизированной делать, группы практики, и друг с другом будем в разные страны. Я вспомнила, Диана, перебью вас, вспомнила мою первую группу практики, когда вы такие птенцы сидели, такие, Диана, что делать? Да, 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 да. Начали практиковать, да, и так, Диана, что делать? Диана такая сидит, понятия не имеют. Это правда. Да, это тоже один из методов расстановки. Если вы хотите знать рецепты, то расстановкам лучше не учиться. Расстановка – это очень креативный метод, и очень, он очень хорош. Да, если ты будешь доверять себе, если ты будешь доверять клиенту, и тому, что душа всегда ищет решения, и иногда, когда ты говоришь, я понятия не имею, то есть, если она понятия не имеет, значит, нам надо что-то самим делать. Значит, и мы имеем право. Это было круто. Правда? Вот, и вот так она будет проходить. Если кому интересно, пожалуйста, вот как раз 10 ноября запускается. И стартуете, да, онлайн? Стартуем, вот через неделю, 10 числа, будет одна студентка из Канады, будет по ночам с нами, и будут, модули будут проходить раз в 3 месяца, поэтому вполне можно раз в 3 месяца, три ночи не поспать. Вот. Соединённых Штатов тоже интересовались, но там тоже вопрос, у человека 11 часов разницы. Посмотрим, будем искать варианты. Но в любом случае, я за то, чтобы научить людей не просто онлайн что-то там делать, а на самом деле, чтобы они освоили расстановки. Вот самое главное, вот когда рассказывают люди, что они учились расстановкам, но им никто не давал базы. Не давали базы. И не учат, и не учат, как оправить. Поле само справится, вот эта фраза, она меня убивает. Поле за вас делает, это неправда. Вот меня это возмущает, мы все создаём, мы все участники активного поля. В океане каждая капелька играет важную роль. Иначе, вот я, почему опасно, я знаю, что есть поле, оно нас держит, и мы создаём и держим. И в расстановочной группе люди, которые сидят в группе, они создают это поле, создают пространство. И все вместе... Но должен же быть человек, который за всё это отвечает, ведущий. Ведущий, это его ответственность, конечно, и сам клиент. И сам клиент. и здесь очень важно, что значит поле из-за тебя сделает. Оно может сделать только то, к чему ты готов. Иначе это будет уже подавление воли. Вокруг нас, конечно, есть много помощников, кто во что верит, кто в ангелов, кто в предков, кто во что, не важно, главное, что они есть. Но к ним нужно обращаться, иначе они не могут прийти и сами начать помогать. Это по одной простой причине, что тогда это будет подавление воли, а у человека есть свободная воля, её подавлять нельзя. Вот. И расставлять, я всё ещё, всё-таки можно на чём угодно. Почему? Потому что мы расставляем тот образ, чтобы было понятно, кто сомневается и думает. Мы как раз про поле заговорили. Мы расставляем в нашем теле, в нашем организме. Есть отпечатки в мозгах, в нейронных сетях, есть отпечатки каких-то событий. И в расстановке у нас всплывают не конкретные люди в полном мере, а те аспекты, которые имеют отношение к запросу. И поэтому так важно запрос выяснить, чтобы не получалось, как в сказке, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот. Что часто получается. Мы с вами созванивались, и вы с этим сталкиваетесь, и происходит из этого ретравматизация. Не метод расстановок плох, а надо хорошо учиться его использовать, как и все остальные методы. И так вот, поэтому можно использовать все, что угодно. Можно камень поставить. Самое главное, ты берешь, наделяешь это смыслом, смыслом, ты сам клиент, и находит, в пространстве находит место. И он, все зависит, угол, не только где стоит, но под каким углом. Мы договариваемся всегда, что вот это, например, куда смотрит глаза, лицо, да. Ага, вот, сюда лицо. И человек ищет, и тело всегда знает. Наше тело обладает разумом. И находит место. И затем берет другой. Вообще сначала нужно все выбрать, потом расставлять. И находит ему место. Вот сюда смотрят глаза, и рука идет куда-то. Всегда хочется поставить. И потом спрашиваешь у человека, как вы на это реагируете? Какие это у вас вызывают мысли, образы, эмоции? Да, что меняется, когда ты это поставил? И мы работаем все равно с психикой. Мы работаем с человеком, с его памятью, с тем он как будто бы вот расстановка помогает вовне вынести то, что есть у человека внутри. И тем более разделить, и посмотреть. Потому что, когда у него внутри каша мала, диффузия, а тут мы разнесли, посмотрели, да? Да. Представлять можно хоть на чем. Еще, Диана, хотела спросить, расскажите, вы это умеете хорошо делать, про заместительство. Вот я, например, проводила в Калифорнии, вот ездила неделю назад, мастер-класс, просто чтобы, ну, дала упражнения людям, чтобы они побыли в заместительстве. Насколько важен этот момент заместительства? То есть, да, твоя расстановка и все остальное, оно, заместительство, оно, оно дает очень, очень, очень большой опыт жизни, да, и очень хорошие роли. и расскажите про это, про заместительство. Да, некоторые люди спрашивают, почему у меня, например, заместители платят деньги, да? Потому что они, блин, отработали уже тоже все. про это и спрашивают. Именно, есть два, две вещи. Да, ты пришел на расстановку со своим запросом, ты проработал тему какую-то, и почему у меня в то, тоже не знаю, как вот вы проводите группу или нет, но вот я, когда провожу группу, они у меня длятся два с половиной дня, потому что работа идет все два с половиной дня у каждого, и даже ночью работает все внутри. И заместительство, это есть, в расстановке, вот в группу берем, три важные позиции. Сам клиент, да, его расстановку, здесь все понятно вроде. Заместители, это те люди, которые через свою способность замещающего восприятия помогают другому человеку на что-то взглянуть, и в то же самое время они помогают самим себе, потому что... вот это, вот это вот фичка, что ты, не просто так тебя позвали в заместительство. Вы знаете, я вот здесь, я вам честно скажу, вот я не иду туда, иначе это приводит тоже, а почему меня туда выбрали, копание, я с другой стороны... если так глубоко, то да, но в принципе все... Я с другой стороны покажу, не знаю, по-разному, я с другой стороны подхожу. Я подхожу с той стороны, что если тебя что-то в этом зацепило, бери себе, или если какая-то роль, что дает заместительство? Она дает возможность побывать на тех местах, на которых ты никогда не был. Например, у тебя не было любящей мамы, а ты оказался, стоишь на месте любящей мамы, или ребенка, которого родители обнимают. То есть он дает возможность новый опыт приобрести, новый опыт, и положительный, и отрицательный, чтобы поставить себя на место и увидеть, как это чувствует себя, например, мужчина, у которого жена забрала ребенка. Да, женщинам это тоже очень полезно. Вот. И взять очень много для себя. И я иногда людям просто даже рекомендую приходить на расстановки заместителем, особенно людям, у которых не сформировалась какая-то эмоциональная составляющая, как эмоциональный интеллект другими языками, у которых в детстве были холодные родители, или эмоционально неживые, или вот нету, не хватает чего-то, да, какие-то травмы развития у него. И расстановки помогают приобрести этот навык. Вот еще один плюс расстановок. Они обогащают жизнь. Одна женщина у меня говорила, она походила ко мне каждые два месяца, и она говорит, я прихожу к вам на расстановки, и это для меня как камертон для музыкального инструмента. и она строилась и пошла дальше в жизнь. Понимаете? И это ты почувствуешь, люди головой хотят каких-то изменений, радости или еще чего-то, а расстановка именно как заместитель дает тебе возможность почувствовать то, что ты хотел узнать, например, но хотел вот здесь разумом узнать. И еще очень главную, важную роль играют те, кто сидит. Это не наблюдатели, их называют иногда наблюдателями. Это как раз та роль, как функция, когда мы держим пространство, мы создаем нервными системами и держим его все вместе для того, чтобы какие-то вопросы важные могли раскрыться в этом пространстве. Это поле. Это очень важно. И поле ничего не решит само. Мы там все ответственные. Именно. Мы точно так же ответственные. Поле само ничего не решает. И расстановщик важную роль играет. И клиент, и заместители, и те, кто собрался в этом пространстве. Так что вот так. Да, Диана, еще хотела спросить вещь. Фидбэк. Люди, которые были на расстановках, и что они потом через какое-то время хотели сообщить. Что было самое такое интересное, наверное, для вас важное? О, все важно. Отзывы очень разные у людей. Те, кто учатся, отзывы очень разные. Кто-то не выдерживает. Ну, у меня, например, приходит на группу учиться человек 15, 1, 2 могут. Иногда группа вся идет дальше. А иногда бывает, что 1-2 человека нет. Говорит, это не мой. И имеют полное право. Да, это их, это их право. А так, я даже сейчас вам не вспомню, замужи выходят, детей рожают, бесплодие вдруг куда-то исчезает. Вот все эти болезни, которые нас называют неизлечимыми. Как недавно мне одной женщина говорит, ей сказали, что панические атаки можно только купировать. Это неправда. Панические атаки – это перегрузка нервной системы. То есть она настолько перегружена, что уже не выдерживает. И панические, и оно лечится, убирается. Вот я комбинирую травматерапию индивидуально и расстановки. Слой за слоем. Снимаешь, снимаешь, и тебе все легче и легче становится жить. Здоровье возвращается, отношения улучшаются, жизнь улучшается. Люди находят себя, находят свое предназначение. Иногда страхи появляются. Ага, если я все почищу, боятся иногда, что потом, где же я, меня не будет. И здесь я точно могу гарантировать, что будете, и как раз узнаете себя, и откроете себя. И люди, сами того не замечая, начинают меняться. Вот. У меня, и на сайте у нас, и в Инстаграм, очень много отзывов есть. Люди пишут, как это меняет. Выходят замуж. Развелась с мужем пьяницей, которая там била, бежала ее, вышла счастлива, родила детей. Вот недавно женщина написала, тоже мы с ней работали, тоже не могла оторваться здесь. Сидела, ни работы, ничего не было. Вышла замуж, живет счастливо в Германии. Много всего. Много. И это инструмент. Что еще очень важно сказать, наверное, в завершении, что расстановки, это не волшебная палочка, Ольга. Я думаю, что вы с этим тоже согласитесь. Расстановки – это инструмент. И как мы его будем использовать, зависит только от нас. И куда мы его направим, зависит только от нас. И что еще очень важно, что у клиента есть свободная воля. Примет он то, что он увидел, захочет он с этим что-то делать, это его право. Не захочет, я говорю людям иногда, забудьте. И как говорил Бертушка, что работа начинается после расстановки. Абсолютно верно. Он сказал важные фразы. Вот это я люблю. Расстановка лишает человека невинности, что я тоже очень люблю. Если до этого ты был жертвой обстоятельств, то после расстановки все. Если ты продолжаешь что-то делать. Уже увидел все. Да. И то, что конец расстановки – это начало работы. Да, совершенно верно. Ну что? Да, очень здорово поговорили, Диана. Спасибо большое. Я хочу предложить нашим зрителям, слушателям, мне нравится общаться с вами, нравится, мы можем поднимать темы другие по расстановкам. И если это вам интересно, присылайте или Ольге, кто будет смотреть Ольги на каналах и на ее страничках. И у нас задавайте вопрос. Наверное, ваше обучение послать, я тоже выставлю. Все, кто хочет, я рекомендую, это самая лучшая школа. Спасибо. Буду рада, буду рада. Я ездила на конференции в Питер, в Москву, в Минск, ездила на конференции, там предлагали что-то, и я такая, да ладно, что-то новенькое в расстановках. Это был второй модуль, это база. Это всегда смотрелось, я сейчас никого не хочу там обидеть, но у Дианы реально база была очень сильная. То есть мы там, первый модуль там такие себе были, а потом мы уже такие, все, мы уже понимали, на втором мы уже пришли, мы уже заявляли о себе. Но это была очень хорошая школа, на самом деле. Отработана от иду. Спасибо. И база, и практика, и, ну, то есть ты, когда выучишься там, ты не выходишь, как цыпленок на улицу, да, то есть у тебя уже есть база. Мы уже не знали, что расставлять, мы уже прыщик на попе расставляли два раза, потому что запросов не осталось на практике. Я была очень наивная, когда я помню, это же на вашей учебной группе, я говорю, ой, все, я уже все порасставляла, мне уже нечего расставлять. Ха-ха, сейчас сама вспоминаю, это просто с улыбкой, потому что вся наша жизнь изменения, правда? И ведь можно же не только проблемы расставлять, можно расставлять же изменения, развитие можно расставлять. У меня сейчас на группе саморазвития, там люди сами себе делают с фигурками, и мы каждый раз, раз в месяц встречаемся и расставляем одно, я и моя жизнь. И все, и смотрим дальше, что у нас происходит. Я и моя жизнь, и смотрим, кому что надо, у кого-то радость появляется, кто-то начинает заявлять о себе, кто-то начинает нет говорить. Спасибо, Ольга, большое. И я думаю, мне понравился очень наш с вами, это наш пилотный проект, наша с вами встреча, поэтому, если интересно будет нашим зрителям и слушателям, пишите свои вопросы и пожелания, и мы с удовольствием будем с Ольгой делать какие-то эфиры, может, не такие большие, может, поменьше, полчасика, 40 минут я люблю, но я думаю, что будем продолжать. Правда, Ольга? Будете рассказывать, как у вас там в Соединенных Штатах расстановки проходят, как вы там живете, будем делиться. Хорошо. Ну что, тогда что, приглашаю всех на обучение. Белорусов в январе в Минске, потому что белорусов я не беру онлайн, я здесь все-таки строга, ну не белорусов, а те, кто живет в Беларуси. Вот. А всех остальных, кому интересно, то, как я работаю, пожалуйста. Онлайн я предлагаю для Калифорнии больше. Ну, я живу в Неваде сейчас, но в Калифорнии я больше всего работаю. Как бы я предлагаю всем пойти на этот курс, потому что это, на самом деле, замечательный курс. И, например, если нужна будет практика группы, то я могу... Пожалуйста, абсолютно. Я могу быть как учитель. Да, абсолютно. Вот это то, как мы будем организовывать онлайн-обучение. Я могу сесть вот так, закинуть ногу на ногу и сказать, понятия не имею. Вот это то, чему Ольга научилась за полтора года. Это самая главная фраза расстановщика. Почему? Потому что она заставляет человека взять в силу. И ответственность за себя. Да, и ответственность за себя. И в силу войти в силу и не начать что-то делать. Абсолютно верно. Мы таким образом этой фразой возвращаем человеку его силу. Супер, хорошо. Хорошо научилась, Ольга. Ну что, тогда все на сегодня.